всем привет друзья копался опять-таки на сборнике с маленькими игрушками лучшими и откопал игрушку crime wave помню что играли таскали на дискетках друг другу переписывали всего лишь весело 2 мегабайта и в архив забивали это и носили на двух дискетках такие вот дела были но игрушка достаточно интересно 90 года в своем жанре она конечно выполнена очень здорово то есть кинематографично и в целом очень даже захватывающая по сюжету давайте посмотрим есть в ней какой-то шарм давайте начнем и заодно углубимся в историю так сложность новичка бигинером будем стартутся бигиннинг а в девяносто пятом году сильный преступный синдикат захватил весь практически город превратив его в рыеды ну и так далее то есть наркота проституция и все прочие последствия захвата территории бандами дочь президента была на ужине в нью-йорке извините меня пожалуйста я пойду подушиться ну то есть как обычно женщины до туалет жалко что она не пошла с подружкой я буду через несколько минут она говорит то есть все в порядке тут бац посмотрите какая цыпочка я бы сам ее утащил вот в общем то убираемся пока они не обнаружили что она пропала ну естественно и тут конечно же правительство негодует как так дочь президента похитили какие-то бродяги и босс это едим и похитили девушку эти клоуны даже не подозревают что случилось мы будем на складе через пять минут примерно ну естественно crime wave волна преступности что делать срочные новости разрыв хламину просто была похищена дочь президента на вечере посвященному фандрейзингу то есть благотворительный вечер был тем временем лукас макаби услышал новости супергерой вот за него то мы будем играть это звучит так как того что могло бы привлечь меня к ответственности я буду в ответе я спасу девушку и буду использовать свой суперкомпьютер что же стоит за ними за этими преступниками в общем здесь идет простейшка простейшая история виде комикса наподобие как в макс пейне потом было мы видели да в общем сканируется датабаза у него здесь куча его дружков пирожков весь который ему помогает я не буду все подряд дословно переводить но в принципе буду в общих чертах рассказывать может как я помню с этого времени когда мы играли так они все было британи кол 25 лет сингл то-то-то-то-то-то-то о паньки какая девочка тихо-тихо-тихо дочка президента полегче как-то что ли не надо то сейчас расцвлять меня she's beautiful of course she's beautiful name еще бы и дима скон сканирование и дима сковану файлы дима скован примерно 34 так коричневые глаза коричневые волосы вот такого товарищ видимо глава синдиката преступного барышка такой который захватывает территории looks like we'll meet again надеюсь мы встретимся еще эти сканируем кингпин кингпин король мафии по идее если так быть после просмотренных боевиков кучи всегда человек в тени ты слишком даже далеко зашел время возвращать если у полиции какие-то следы откуда полиция трескает пончики и пьет пепси колу с макдональдса и так ай-яй-яй-яй последний раз полиция сказала что видели эдди москоуна на западной стороне ну что нужно посетить жд вокзал грубо говоря и навестить старого друга все просто вот товарищи супер компьютерами минуайл откин от пинс фу блин откин команд центр ребята вы должны быть стоять стоять на стрёме но проблем кингпин сейчас все будет в порядке мы будем следить за теми кто будет к тебе подбираться то есть настолько супер и банда что они все знают у них все есть но и мы начинаем играть за нашего товарища маккейба у которого есть крутое оружие простой автомат есть какой-то странный лазерный я не знаю что это такое но и так же есть базука вообще жестокость в этой игре просто была фурорная вообще в 90-х годах не было такого практически ничего чтобы вот так вот разносила в пух и прах каких-то мелких сошек которые ходили вот так и пытались нас остановить а мы просто ходим и сносим их но это нормально музыки к сожалению нет вот этот печалит меня хотя может быть это урезанная версия что скорее всего но я не помню была ли тут музыка точно но смотрите даже есть подлёт бочек то есть какая-то симуляции физики легенькая есть уж совсем легкая но во всяком случае это смотрится забавно симпатично и линейный битэмап ранен ган но бегать мы не можем можем приседать мы можем прыгать но прыгает он только на месте ибо дальше если он прыгает тут двигаться он не может так собираем энергию есть энергия в виде жизни то есть у нас вот есть цифра к 0 5 это наши жизни данный момент 5 жизни есть шкала здоровья которую мы что пополнили энергией желтенькая слева тоже естественно но он товарищи давайте давайте ходите уходите итак мы на жиде станции видимо больше грузовая жиде станция хотя но обычный жидо вокзал чё уж там не будем придираться знаете вот в то время в девяностом году на девяносто втором я знаком с идем встретим с этой игрой где-то так где он встретить да и компьютера у меня не было компьютер был у товарища у одного старый еще по моему цененный не уценена списанный даже с каких-то там перфокартных заводов раньше где использовали перфокарт потом туда внедрили компьютеры если кто знает что такое перфокарт я уже по-моему вроде бы скидывал информацию что такое перфокарты так есть такой момент собираем ракеты на ничего не грозит жизни у нас конечно мало но мы постараемся конечно же выжить прожить мы же отчаянный макейп 4 жизни у нас есть все в порядке ну что господа разборки в бронксе устраиваем одна ракетка осталась ничего ничего головы отлетает руки ноги расчленка полная ну волна преступности охватила город надо же как-то быть герой это знаете напоминает мне фильм кобра с сельвестром сталлоне тоже я его смотрел пару раз пересматривал даже помню с канала с какого-то списывал на кассету на видеомагнитофон было забавно смотреть и вот это вот чем-то мне напоминает но опять же таки похоже на смертельное оружие некоторыми моментами очень несуразные звуки но смотрится это симпатично достаточно и играть можно почему бы нет тем более есть такие вставки кинематографичные это очень потрясно выглядит так продвигаемся дальше по сюжету до боевичок получился на славу конечно все просто ходим дальше то есть они появляются бесконечно враги как допустим в том же бэтмене на секи да или оригинале на пк который был какая-то часть была бэтмена так это что такое лежит не знаю не помню уже но видимо что-то ценное что-то мы собираем в общем то что-то нам это даст ну чё такое что за мясо здесь так надо всех вас валить хламину так ракет очень мало в основном конечно гангстеры тип бездумно ходит то есть не гангстеры а бандиты бандитс ну вообще красивые виды с машинками допустим от жизни заработал благо хоть что-то можно заработать здесь но играть в принципе неплохо как я уже сказал ну тут мы видим бренды различные как же без брендов то кока-кола нью-йорк же город нью-йорк город контрастов а я не был нью-йорке а где были я был в стамбуле в марселе какая разница табличку перепишем что у вас с рукой но это уже из другого момента из другой оперы поэтому не стоит затрагивать такие вещи так ну что ищем и естественно по окончании нашей миссии мы полюбим девочку красавицу и будем правой рукой президента грубо говоря я не знаю кто помнит конечно игру если уж самые такие прям супер какие-то олдфаги помнят хотя олдфаг это переводится как старый гей старый педик но это ладно ничего в этом такого критичного нет так в общем то 8 ракет есть у нас нормально все разносим в хламину всех товарищей попытаюсь вкратце просто пройти показать вам вот напомнить что были такие игры с такой жестокостью но это не мешало тогда тогда особо не было рейтинга и никто даже не заморачивался по по рейтингу для какой аудитории это предназначалось поэтому играли все от детей до взрослых дедушка и бабушка говорится так все нет еще не разнес я вас до всех так аккуратненько ну ладно заходим в дверцу конечно же бандиты остаются сзади нас и не идут за нами так будет проще для всех минул тем временем на складе а папа аллери перестанет сопротивляться леди тебе же будет проще от этого когда мой отец достанет вас вы будете очень сильно сожалеть конечно твой старикан ничего не сделает до сделать все что угодно чтобы с твоим личиком ничего не случилось тем временем холи щет это люк маккайб если он поймает меня снова я история это был эдди хеддинг это был эдди хеддинг эдди эдди который вглубь метро нырял мне нужно поймать его и заставить говорить ну естественно эй босс у нас большая проблема люк маккейб только что разнес наших 30 парней и направляется на станцию за эдди который нырнул в метро что мы будем делать босс фиг знает что мы будем делать люк маккейб он знает эту девушку походу мы должны избавиться от него прямо сейчас пошлите гангстеров ниндзя гэнг ниндзя банда ну да естественно конечно же максимально что может быть то что у главаря у амбала как было это человеке-пауке до kingpin конечно же есть его соратники это ниндзи и прочие люди падки для денег так у нас есть дробовик теперь смотрите да то есть разнообразие оружие вообще потрясающе в этом огромный плюс на ниндзи то уж ниндзи просто скачет ничего им больше не надо им весело и так забавно забавно это смотрится вот к сожалению вот этих чувачков можно снести но приходится использовать ракеты жалко нет музыки все таки вот музыка была бы ключевым моментом в этой игре именно вот похоже на смертельное оружие что-то такое да так энергию взять срочно вот отлично восполнили свой боезапас но я не буду скорее всего целиком и проходить потому что это долгий процесс возможно я ее пройду позже но пока это мы делаем кратенький смотр воспоминания так мы в метро в собой закажем сейчас себе собой а звездочки летают от ниндзя точно же точно же конечно как же без ниндзя то и без звездочек без сюрикенов звездочки сюрикены кинаи все что угодно лишь бы только остановить нас куда ты крадешься там в розовом своем кимоно надо давай маккейб мы идем знаете как маккейн в american boy дабл ник маккейн герой который положил всю русскую мафию в 90-х если кто смотрел кино я помню даже в рк мы крутили все это дело поэтому так ниндзюка не надо так делать ник маккейн такого немножечко вида такого странного прилизанного типичного америкоса показывали да то есть такой спортсмен отчаянный товарищ но враги конечно же идут мимо им сейчас не до нас они у них своя атмосфера мы собираем ракеты с неба которые падают как мана но не стоит не стоит конечно в общем кровяка здесь жестко это напоминает мне также игру рыбокопры в терминатор на сеги ну или просто терминатор только там не было такого такой расчлененки в принципе но тут и жизни нам дают то есть все тут в доступно в доступности огромное и так зашли в лифт безголовые хулиганы не смогли за нами прорваться мы продвигаемся дальше чтобы спасти тем временем зачем такие виды делать грудь ножки ну а учу меня больно извини леди но мы будем знать что ты будешь на месте у нас все будет продвигаться по плану какая девочка а каком плане идет речь интересно мне нужно выбираться отсюда ну да ну да да дергайся дергайся давай давай извивайся нет не надо нет ты портишь картину боевика девочка не стоит так делать так очень плохо так и надо поговорить с эдди эти бумаги которые на шоу него показывают фабрики амбала грубо говоря ну кинг пинуш король мафии эти планы показывают что есть какая-то фабрика с оружием внутри мне нужно срочно остановиться и собрать припасы босс кажется маккей нашел наши бумаги у эдди и направляется как раз таки к секретному проходу забавно у эти были все планы для комплекса маккей знает скорее всего фабрику пошлите крэг мэг и вот товарищ то есть сумасшедшего чувака как это обычно бывает допустим взять фильм про бэтмена вы сами видели всегда есть джокер всегда из пингвин и прочее прочее шушеры которые конечно же будет заботиться о том чтобы сразить ну вот сразить главного героя можно зайти внутрь можно зайти внутрь почему бы и нет все просто патронов очень много зашли мы внутрь здесь у нас и пушки и системы охраны есть активные причем все здесь работает просто на славу ну очень похоже на рыбаков против терминатора не плачь собирая там чего-нибудь мешки с героином или что это такое я не знаю что ты собираешь там не плачь ракеты у тебя есть заходим дальше шикарный боевик согласитесь лучшего игры вы не найдете да 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 конечно здесь проще продвигаться именно вот таким вот макаром без каких-либо заморочек просто зашли подкрепились патронами можно конечно просадить все свои жизни но это не беда их тут достатки принципе здесь по порядку все почему-то задело меня за ружье и жизнью еще отнимаются ну ладно а нет этот турель к сверху стреляет так чё здесь я могу идти могу уйти да действительно зашел подсобирал ништяков вышел на тропу войны дальше эти товарищи следят и все пытаются меня найти и уничтожить гранатами лимонками швыряются порядке вещей это нью-йорк это войны банд банд формирование и преступных группировок во главе короля мафии но похоже кстати также еще на фильм хищник 2 почему-то правда здесь нет ничего такого подобия никакого вообще можно здесь бушевать конкретно киева дракс наркотики смерть шарк соколы группировки типичный боевик кто любит боевики 90 рекомендую играть в эту игру насладитесь красивыми картиночками спрайтами качественными очень даже неплохо все это смотрится я же говорю для того времени это было потрясающе графика на уровне хорошем звуки в принципе адекватные но к сожалению к сожалению нет звукового музыкального сопровождения вот это большой минус как по мне чтобы здесь была какая-то темка музыкально может быть у меня просто урезаны версии но я честно говоря не очень хорошо помню было ли вообще что-то там музыкальное какое-нибудь сопровождение так ничего хорошего а ну да здесь мы уже не пройдем так 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 ну да здесь в любом случае нас прижучат ибо макей по нас медлительно бегать он вообще не умеет он может приседать только но хотя в присядке кстати есть возможность очень даже неплохо двигаться до вот присядке только и можно нормально двигаться так неплохо дверьми дайте пожалуйста дверьми запилите я должен выйти отсюда из этого проклятого места отлично да забыл на картонах скорость гораздо быстрее нежели пешком нонсенс но ну да 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 дайди уже бедняк ладно давайте до проигрыша сыграем наверно как уж у меня совсем жизни кончится тогда и закончим наверно кратенький такой струю ностальгии не знаю по этой игре помню четыре дискетки было две закосячил вообще полностью потому что почему правильно быстро не размагничивались нельзя их нигде было хранить нужно что нужно было так чтобы не было сырости никакой иначе все ваши дискеты превращались просто в трэш они размагничивались приходилось их продувать постоянно это было очень как-то своеобразно выглядело продувая что-то протираешь там эти бедные пленочки разбирали их даже потом обратно собирали своеобразная технология конечно хранение было кто-то фольгу их заворачивала я кстати помню да в пищевую фольгу заворачивала еще была такая пищевая фольга красная медная настоящая то есть прослойка центр был медный но по краям по краям были алюминиевые вкладки очень дорогая была но для запекания использовали всегда ее так пока ракеты есть смело ходим чувак на стене написано эй чувак на ты чоу аквалим всех и вся чему бы и нет все равно не бестолковые ходят что-то тут можно вообще вот так вот красться последней жизни да но в итоге собрал денежки собрал кокаин гейм овер вот такие вот дела если вы хотите узнать концовку этой истории то рекомендую вам поиграть в эту игру ну а пока я с вами прощаюсь до встречи в новых струях ностальгии все друзья пока пока это была волна преступности crime wave 1990 года до свидания